Я вообще обожаю эту тему. ГМО, генно-модифицированный организм. Организм, в чей ген вторглись и изменили его благодаря генной инженерии. И ГМО преследует нас повсюду. Товар без ГМО, без ГМО. Без ГМО овощи, без ГМО молоко, без ГМО сыр, без ГМО. Хотя казалось бы, камон, молоко без ГМО, что? И эта марка, это уже бренд без ГМО. И мы уже множество раз говорили на тему ГМО. Но находятся люди, которые все еще всерьез утверждают, что ГМО может нанести вам вред. Самый мой любимый тезис о ГМО, это то, что ГМО, как выяснили, ученые. Некакие-то статью, конечно же, мы вам не дадим и не скинем. Но ГМО вызывает бесплодие у мышей. ГМО вызывает бесплодие у мышей. Но на пачках F1, те, что ГМО, как бы написано, что семена бесплодны. То есть, навряд ли вы от томатика F1 получите томатик этот же. Возможно, вы получите томатик, и вероятность как бы есть, но она прям... Вот. И как будто кто-то что-то недопонял. Странно. Эти изменения могут включать добавление, удаление или изменение генов, что позволяет получить организм с новыми свойствами или улучшать существующие характеристики. Слова трансформация, трансфекция, слияние генов вам о чем-нибудь говорит? ЧЕГО? Трансформация это введение чужеродной ДНК в клетку с помощью вектора. Трансфекция введения ДНК в клетку с помощью химических веществ или физических методов. Слияние клеток, объединение двух различных клеток с разными геномами. Фуууу. Ну и водище же я нагнал. Но основная цель ГМО не сделать людей бесплодными, не вытравить всю планету. Основная цель ГМО банальна. Это повышение урожайности. Благодаря ГМО можно вывести сорта устойчивых к болезням, вредителям или неблагоприятным условиям среды. Благодаря ГМО в Сибири можно выращивать помидоры и огурцы. Поэтому берем блокнотик и записываем, что ГМО это не яд. ГМО сделано для того, чтобы люди в различных климатических зонах могли получить овощи, фрукты. Но не только повышением урожайности мы едины. Также улучшение качества продукции, создание культур с улучшенными вкусовыми качествами, питательной ценностью и сроком хранения. А кто это из нас тут не любит химию на своих участках? Вот это вот подкормки, борьбы с вредителями, всякой химии. Я, я, я и вы, и вы. А что нам для этого нужно? Правильно, ГМО. Ведь оно устойчиво к вредителям и болезням. А получается, значит, снижает затраты на производство и выращивание урожая. То есть, покупая семена ГМО, вы экономите свои деньги, получается. Значит, ну как бы, никто и не собирается вас травить или делать бесплодными. Вот сейчас вообще смех. Однако некоторые исследователи, в том числе и из России, утверждают, что употребление в пищу ГМО имеет негативные последствия. Эти исследования получили широкий общественный резонанс и были подвергнуты серьезной критике независимой ученой в связи с наличием в них металлогических, статических и других ошибок. Ну, то есть, налили водище больше, чем я даже. Все эти статьи больше похожи на Филькину грамоту. Ничем научно не доказано, не обусловлено. И если сейчас вы загуглите вред ГМО или статья о вреде ГМО, то, скорее всего, там не будет известных имен. Там не будет ничего научного и доказанного. А, скорее всего, это просто какая-то статья на каком-то дачном сайте. Так что вред о ГМО остается открытым. Но я вам заверяю, что в ГМО нет ничего страшного. Ну а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в новых видео на Хитсад ТВ.